В этом уроке мы с вами попробуем разобрать вот такой небольшой гитарный риф, который играется всего лишь на одной струне, но ритм будет здесь голуб, прямой и обратный. То есть это основной риф. И дальше опять то же самое, то же самое, то же самое, все повторяется. В самом конце мы добавим с вами небольшую пробежку, которая играется в принципе... И все, больше там ничего нет, только в самом конце еще пасса. Давайте разберем и посмотрим, что у нас здесь такое. Для того, чтобы нам сыграть с вами по пятой струне, нужно очень четко вступить. Это вот основной рисунок. Здесь мы с вами можем поставить датчик, чтобы работал хамбакер, и как раз играть. То есть у нас получается вниз-вверх, вниз-вверх-вниз-вниз, вниз-вверх-вниз, вниз-вверх-вниз. То есть вот такие у нас удары получаются. Это основной ход. Он играется восемь раз. То есть, ну, естественно, сейчас не имеет смысла восемь раз его играть, но рука должна работать как пружина. То есть у вас не должно быть такого... То есть она не должна у вас быть костяная вот в этом месте. То есть она постоянно у вас в движении. То есть вот эта вот пульсация, она должна у вас быть. Как только вы сыграли штрих правой рукой, у вас есть ровно один такт для того, чтобы... Вы сыграли аккорд. И в этот момент у вас есть время для того, чтобы переключить датчик, чтобы работал именно нековый. И играем. Давайте рассмотрим, что мы будем играть, какую фразу. Фраза крайне простая, потому что это некая такая октавная... Даже не секвенция, это одно... Мы играем одну фразу. Сначала сыграли в одной позиции, потом то же самое в другой позиции, и то же самое в третьей позиции. То есть в трех разных октавах. Давайте посмотрим фразу, что там играется. На первой струне мы с вами играем. У нас получается... Начинаем все в десятой позиции с тринадцатого лада. Вот мы сыграли. Здесь такая аппликатура, и здесь такая аппликатура. Сыграем. Потом вернулись назад. Перешли на первую струну. И снова назад. Потом дальше сместились на полтона. Вот. То есть это, в принципе, основная фигура, которую мы играем. В правой руке обязательно играем переменный штрих. То есть никаких вверх-вверх или вниз-вниз. То есть вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. Дальше играется та же самая фраза абсолютно. Только мы начинаем вместо тринадцатого лада играть на третьей струне. С десятого лада. В правой руке, естественно, все будет то же самое. В левой, в принципе, все то же самое. Если мы представим, что это первая струна, тринадцатый лад, то, по сути дела, вам нужно сыграть то же самое. На полтона. И заключительные фразы тоже самое играем от восьмого лада пятой струны. Все, мы сыграли. Далее, смотрите, дальше у нас, получается, мы играем с вами такую форму. Шесть нот от минорной гаммы здесь. Шесть нот от минорной гаммы здесь. И здесь три ноты. То есть, посмотрите, здесь, получается, мы играем с вами... У нас идет ля, си, до, ре, ми, фа. Здесь тоже ля, си, до, ре, ми, фа. Ля, си, до, ре и сразу на ля прыгаем. То есть, обращаем внимание на то, что мы здесь просто дублируем эти фразы. То есть, мы их играем на октаву выше. Но в чем смысл? Смысл в том, что если бы мы с вами играли вот эти фразы с экстолями или триолями, тогда нам бы было считать проще. То есть, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, да? А здесь у нас, получается, шестнадцатый. Поэтому вот эта вот сильная доля, она у нас уходит. Получается, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. И играем аккорд. Вот такой достаточно легкий и простой гитарный риф. Мы с вами попробовали сыграть гитарный риф с небольшой гитарной вставкой, с небольшим пассажем. То есть попробуем соединить рифф и пассаж Я думаю, что, в принципе, это вам пойдет на пользу И вы с этим справитесь Пока